Я приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем выпекать оладьи с черникой на кефире. Пышные рыхлые оладушки с черникой внутри. Структура теста пористая и очень даже мягкая. А ягоды дополняют выпечку приятной кислинкой. Для таких оладьев понадобится 1 стакан кефира, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 столовую ложку для жарки растительного масла, яйцо куриное одно, ванильный сахар, 1 чайная ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка и муки пшеничной 1,5-2 стакана. И черники примерно около 100 грамм. Тесто должно получиться вот таким, достаточно густым и гладким, без мучных комочков. Постоит минут 10-15 и мы начинаем выпекать. На сковороде разогреваем растительное масло и столовой ложкой выкладываем небольшими порциями теста, формируя оладушки. Жарить нужно оладьи на слабом огне по 3-4 минуты с каждой стороны до красивого золотистого цвета. Выкладываем чернику, можно горкой, а можно распределить по всей оладушке. Ягоды мы немножко применим в тесто, чтобы они утонули там. Иначе они потом при жарке с обратной стороны могут полопаться. Тесто во время приготовления, оно хорошо поднимается. И если вы добавили достаточно муки, оно после остывания не осядет. Оладьи останутся такими же пышными и красивыми. А теперь смотрим, как наши ягоды расположились. Вот смотрите, как прекрасно расположились. Готовые оладушки промокните бумажными салфетками, чтобы убрать излишки масла. Мы припудрили чернику крахмалом, чтобы она по тесту хорошо расположилась. Крахмал обычный, картофельный, пышка. И немножко так вот, тихонечко, не помять, перемешаем нашу ягоду. И будем выпекать. Чернику нашу соединяем с тестом. И сверху вниз равномерно перемешиваем. Чтобы ягоды наши по тесту равномерно расположились. Вот и все. Очень вкусные и ароматные оладьи с черникой из теста на кефире готовы. Оладьи можно подавать с медом, сметаной, сгущенным молоком. В разломе смотрите, как они шикарно смотрятся. А на вкус даже еще лучше. Ведь черника делает обычную выпечку оладий невероятно вкусной, придавая ей легкую кислинку. Всем приятного аппетита! Готовьте на здоровье!